итак наш курс отчаяния курс подготовки преподавательной йоги он нельзя сказать что имеет большую историю но зато большую предысторию меня зовут только буланова я йогой занимаюсь довольно давно с 94 года 99 я преподаю йогу получала на преподавание в индийском центре знаете у нас есть индийский центр здесь в москве и там и пусть йогу преподают когда я училась тогда можно было на тестовом занятии учить право преподавания мне удалось успешно сдать зачетное поведение там нужно было провести урок и дарить сертификат после этого я довольно долго проводила занятия по йоге в аштанге йогу центре и в 2005 году мы решили проводить курсы для преподавателей я занимаюсь подготовкой уже 2005 года изначально это была штанга йогу центра в 2009 году и даже чуть раньше 2008 я ушла за штанга йогу центра стала работать в пране и за 2009 года проводил курсы подготовки спортов в пране в прошлом году мы открыли наш начали в принципе курс от начали 2 но лично у меня проведение подобных курсов с 2005 года естественно все плюсы и минусы курсов мы учитываем и поэтому можно сказать что у нас обширный опыт проведения подобных занятий и мы понимаем что нужно будущему инструктору потому что свой опыт довольно большой и уже опыт по подготовке определенный тоже накоплен поэтому на этом курсе у меня несколько предметов о них я расскажу чуть-чуть поподробнее и попозже а сейчас хочу передать слово володе чтобы он представился меня зовут владимир зайцев я занимаюсь кировой 2000 года один из моих первых читателей это Ольга Гуланова с 2009 года мы вместе с Ольгой как уже рассказывала Ольга начали проводить курсы в пране апрель четырех курсов 7 научных 7 соответственно экспрессов и вот сейчас у нас второй курс Ачайя я буду читать о философе расскажу вам о ней позже по ее в виде лекций и мы вместе будем участвовать в практике меня зовут Игорь Долбышев начал заниматься йогой в 97 году и после этого стал практиковать и дальше практиковать свое направление как например в 1965 то есть был настолько не гибким что он приходилось с очень и с этим пор как бы стал придерживаться этого направления и когда встретился с Ольгой случайно пришел к ней на занятия в Аштангу в центре не помню в центре не помню в центре не помню да мне очень понравилось хотя у меня уже был опыт мне очень понравилось ходил там несколько раз к ней туда на занятия потом решил на индивидуальных занятиях прийти то что занимался тоже несколько раз в делах индивидуальных сетей и потом дальше стал двигаться вперед ну вот потом стал заниматься и работой в ней ранее то же самому открыть липись и фонд в принципе вот в принципе теперь Самира да здравствуйте меня зовут Самира Ильна ну у меня сейчас будет наверное прямо под копирку да мой преподаватель говорит долбишь я начал заниматься йогой да в йога центре Прана потом он же Игорь меня направил по преподавательской стезе с 2007 года у меня появилось еще по преподаванию на сих пор этим занимаюсь моя основная профессия точнее профессия на которой я зарабатываю деньги это актер театра не кино театра и параллельно конечно с опытом преподавания йоги есть большой опыт работы с людьми в плане того чтобы их раскрепостить научить их правильно общаться красиво говорить громко но при этом беречь себя вот и вы можете себе представить ситуацию а вы я так понимаю собираетесь становиться преподавателем йоги и это правильно у вас возникнет ситуация когда вам придется в течении одного дня вести не одно не два а может быть даже не три занятия и залы бывают разные большие и люди бывают шумные тихие и в зале бывает жарко и холодно и вам нужно умудриться сохранить свежий голос чтобы в голосе всегда был звон чтобы у вас было слышно чтобы в голосе не было ощущения что вы устали и так далее то есть моя задача на курсе очаги научить вас секретом как управлять своим голосом получать это удовольствие и доставлять удовольствие вашим ученикам вот этим и будем заниматься то есть да еще у нас отсутствует Александр Братевский он нас читает о анатомии он врач-кинезиолог у него достаточно обширная врачебная практика поэтому получается что он не только знаком с анатомией но еще и может как конкретные проблемы конкретных людей решать это достаточно уникальная вещь но про анатомию по погоде расскажет Володя Александр к сожалению не смог прийти но что мы о нем знаем то расскажет о презентации понятно да кто у вас будет учиться познакомились а дальше следующий вопрос у нас расписание курса наш курс будет проходить два раза в месяц но не всегда два раза в месяц у нас тут будет один раз смотрите видите декабрь да январь достаточно большой такой перерыв потому что многие люди хотят ехать куда-то на новогодние каникулы совершенно спокойно вы можете планировать новогодние каникулы можете ехать куда вам хочется и у нас будет достаточно большой перерыв февраль-март видите здесь у нас 16-17 а потом идет марта уже 16-17 месяц будет перерыв потому что у нас с Володей будет семинар в охране поэтому мы поедем в Ингеле с группой которая уже почти сформировалась если кто-то захочет может присоединиться ну в общем ввиду что мы не сможем проводить занятия да и проводить семинар одновременно поэтому здесь тоже небольшой перерыв а так в общем у нас получается что мы одни одни выходные занимаемся субботу и воскресенье другие перерывы одни занимаемся другие перерывы понятно да и так это будет продолжаться до конца марта 6 апреля будут экзамены экзамен у нас два один экзамен по философии другой по анатомии вы сдаете два экзамена и потом вручение сертификата сертификаты получат те которые сдадут экзамены дадут хороший зачет и поведение там зачетов масса в ходе презентации я расскажу отдельно об этих зачетах то не сдавшись это получит свидетельство в окончании то есть в общем то все что-то получат либо свидетельство либо сертификат то есть без удостоверения того что вы здесь не прозанимали это никто не раскатывается все оформятся с каким-то документом либо с одним и документов у нас требует уровня сертификата в зависимости от вашего уровня вашей личной практики об этом поподробнее Игорь расскажет то есть как вы делаете асаны то вы получите наше так сказать благословение проводить либо в начальной группе либо в средней группе или в сложной в зависимости от того что вы сами умеете ну и если вы количество баллов не набираете но весь круг закончили то тоже какое-то свидетельство у вас будет понятно с расписанием как это будет проходить начало учебного дня в 10 часов окончание в 19-30 в прошлом году у нас курс прошел но в принципе не упадили из этого рекламы то есть в 10 начинали в 19-30 заканчиваем обед у нас с 13-ти до 14-ти обеды потом будет еще один перерыв на полчаса первое занятие как правило это практика либо это практика с оцениванием по баллам вначале мы вас не будем оценивать не бойтесь да вначале мы будем обучать вас асанам как это надо делать это у нас больная система семьи или нашу больную систему то есть если кого-то хочется посмотреть здесь отдельно на листочках можете взять посмотреть вот первое занятие либо мы будем рассматривать и учиться выполнять асаны представленные в этой системе либо будет введение ваше введение то есть вы будете нарабатывать навык проведения занятий в группе как это будет проходить тоже поподробнее я расскажу это первое занятие второе класс который будет у нас лететь с часом до 16-ти это как правило лекция то есть либо это будет философия либо это будет анатомия один раз помню самих у тебя в это же время занятий есть то есть после обеда асаны делать не будем вот и последнее занятие с 17-ти до 19-ти тридцати оно будет как правило подменировано в стройке и правке асаны мы там будем делать асаны и разбирать какие-то базовые элементы понятно с этим хорошо теперь что конкретно про обеды питание вещь важная здесь будут проводить все выходные здесь в открытом мере в прошлом году были организованы комплексные обеды комплексный обед супа стоил 350 рублей без супа 300 в принципе вкусные были обеды заранее вы приходили пораньше чуть-чуть нашим студентам прошлого года приходили выбирали можно было выбрать какой суп можно было второе оплачивали обеды перед утренним занятием и потом можно было спуститься вниз пообедать был отдельный зал для нас если кто-то хочет принести что-то свое есть место вы видели когда мы заходили там бар небольшой я покажу вам вот здесь тоже можно расположиться есть столики можно принести что-то свое поесть что-то свое если это вас не устраивает здесь не далеко граб не есть хороший вариант поесть граб но кто хочет комплексный обед получить важно вам помнить не надо опаздывать если вы опоздаете на занятия то уже когда будет 10 часов когда начнется занятие человек который собирает эти обеды спускается вниз говорит сколько человек могут обедать и в общем кто опоздал опаздывать мысль валяем так ну и снова это я уже сказала про обеды я уже объяснила есть какие-то вопросы про обеды про обеды нет замечательно второй раз у нас что-то это вредит так варианты обучения и стоимость интересует вас все разобрались на сайте об этом написано кратко скажу что у нас разные есть варианты дистанционный курс есть так дистанционный курс что вы получаете если вы оплачете дистанционный курс допуск нашему видео то есть Володя расскажет подробно про видео все видео будет у нас сниматься и вы получите именно доступ к этому видео если вы захотите получить сертификат то нужно будет очно приехать 2-3 раза и сдать очно все тесты то есть мы подразумеваем 2-3 раза что вы будете не один какой-то тест а сразу что-то он и это будет во второй половине курса то есть уже после зимних камень дистанционный курс есть у нас с отдельным курсом да какой у вас вопрос вопрос по поводу дистанционного курса вы будете снимать все занятия да то есть практику тоже и от строки абсолютно все мы снимаем даже презентацию вы видите снимаем у нее все будет доступ ко всему то есть вы не будете здесь находиться но вы будете все это и понять что дело в том видео это не живое присутствие живое присутствие всегда лучше но наш курс дистанционный стоит в 2 раза дешевле да и если собственно вы не приходите то вы просто получаете не приходите очно получаете только доступ в видео если вы очно приходите каждое занятие стоит еще 500 рублей при этом разное занятие если без этого курса да ты с 1000 рублей то здесь тоже на 50 процентов будет дешевле поэтому а еще вопрос по окончанию дистанционного курса получается такой же орудующий диплом на если вы очно приходите и все сдаёте вы получаете свидетельство, сертификал. Если вы очень приходите, ничего не сдаете, вы получаете свидетельство. Если вы оплатили 30 тысяч, ни разу не пришли, то мы вас не знаем, мы вам ничего другу не видим, мы ничего не даем. То есть мы будем выдавать такие документы только тем, людям, которых видели, сдали они, не сдали, но только тем, кто пришел в очередь. То есть если вы просто купили, посмотрели, а сколько нужно, если есть дистанционный курс, сколько раз нужно прийти? Ну, там есть какая-то... Я думаю, 2-3 раза это минимум, а так максимум, хоть вообще все. Просто получится дороже. Если бы вы оплатили бы очень их курс, все, кто очень учится, тоже получают доступ к видео. И получается, если все суммируют, мы уже все посчитали, если вы оплачиваете опытом, видите, написано 60 тысяч будет стоить, если вы по частям, будет стоить, а, если по позже будет 65, потом будет 70 тысяч рублей, если вы оплачиваете дистанционный приходится на каждое занятие, Володя посчитал, 75 получается. Понимаете, да? То есть, в общем-то, все как было. Ценообразование вполне нормально, вполне прозрачное. То есть вы не так уж и сильно переплачиваете, если вдруг решили, что надо входить на каждое занятие. Мне вот интересуют именно правки. Правки можно отдельным курсом взять. То есть оно где-то до 2-го июля? Нет, с самого начала. У нас в записании на сайте уже есть, можете посмотреть, правки начинается прямо с 1-го сентября. А на анатомию? А на анатомию тоже 1-го сентября. А на отдельный курсом? Отдельный курсом тоже можно пройти. Вот смотрите, видите, здесь у нас написано, даже сколько что стоит, меленько, но написано. Вот анатомия у вас стоит отдельный курсом 15 тысяч, философия стоит 8, по сути, правки, 10. Разве занятий в тысячу рублей. То есть вот все, что хотите. Хотите отдельный предмет, хотите. Вот отдельный голос мы не сделали. Но если вы хотите, то там. Тоже был голос. Мы абонемент не организовали. Там всего 3 занятия. Понимаете? То есть буквально 3 занятия, абонемент как-то. Ну, в общем-то, если есть желание, мы можем подумать на тему. На тему и бонусы можно сделать абонемент. Кто-то есть, когда-то может по бонусу заниматься, а преподаватель стоит на площади, нет? Пожалуйста, начинайте. Ладно, так. Володя сейчас расскажет про видеосъемку. Ну, уже Ольга много что рассказал про видеосъемку. Когда я не снимаю, Ольга меня страхует. Она подходит, смотрит, что там происходит. Вот. То есть преимущество ваше состоит в том, что если что-то случилось, не то, что случилось, по каким-то причинам вы куда-то уехали, еще что-то, то вы можете все это увидеть, все повторить. До лекции это очень хорошо. Для практических занятий, ну, конечно, не так хорошо. Монтирует все Ольга. То есть вы будете получать видео. Те, кто на дистанционный год будет приходить. И вы будете получать видео где-то в течение недели после того, как прошли, соответственно, после того, как прошел уикенд учебник. Ну, практический курс. А можно еще вопрос насчет ведения, вот если дистанционно будем обучаться? Я просто там читала, что надо будет как-то предварительно показывать... Ну, вам надо будет. ...коррамму, да, вот о том, по поводу ведения. Поговорим, отец. Все это начнется после Нового года. То есть вы сможете дистанционный курс, где-то после Нового года у нас начнутся самые разные подзасчетные занятия. У нас будет засчетное занятие по Ольгинам предметам. По философии будет две контролли, которые нужно будет написать на хорошую оценку, чтобы сдать экзамен. Соответственно, поведение он. Здесь вы можете видеть, как ведение проходит дистанционно. Вы можете смотреть, как проходит. Вы можете понимать, какие требования. Но, конечно, мы должны вас увидеть. Если вы уже преподаете, и у вас есть возможность записать ваше занятие, вы можете записать на ваше занятие, которое вы проводите. Если оно вас на полностью устроит, мы можем на вас на смотрю. Либо вам нужно в любом случае перейти на ведение и провести вместе с оседлением. Кроме того, вам обязательно попасть на зачетные занятия, но какие-то зачетные занятия можно дать отдельно. То есть это все расписание, когда можно приезжать людям дистанционного поста, чтобы получить сертификат. С Нового года оно будет конкретно обошлось. Ольга работает очень плотно с теми, кто у нас учится. Всем присылается имейм. Те, кто имейм не проверяет, они могут получить на WhatsApp. У нас тут была группа в WhatsApp. Раньше была в Telegram, но, к сожалению, сейчас некоторые проблемы создают наше правительство. Наверное, на WhatsApp сделаем. То есть вы брошены не будете, не зависит от того, дистанционный выходит, на полный выходит. Все это вы сможете сделать. То есть нужно будет прийти, нужно будет что-то дождать. Например, вы не живете вообще далеко, вам трудно приехать. Вы прислали нам фото, какую позу делается, или видео, какую позу делается. Мы посмотрели, думали, ну, можно по баллу видеть. Человек хорошо видит. То же самое видение остается, только что у вас принять зачеты и приехать на экзамен. Либо нужно будет приезжать, мы должны будем все смотреть. Вот так выглядят пространственные виды. То есть то, что вы будете видеть. То есть вы дома. Например, у нас огонь прошел, а вы на дистанционном курсе. Или вы уже поучились, решили повторить. Ведь вы, если знаете, наверное, многие учились. Первый раз что-то прошло, это одно. А второй раз нам оказывается, что много чего не заметили. То есть вы можете все повторить, вспомнить. Если вы на общем курсе не дистанционном, можете просто позаниматься прямо под этим видео. Какие-то свои впечатления. Попробовать астану. Мы будем принимать астану, например. Вы будете видеть, как идет прямо сам. Попробовать сами сделать. Посмотреть, какие настроения. И все это будет для вас доступно. У каждого студента будет свой личный кабинет на сайте. Независимо от того, дистанционный или дистанционный курс. Там будут все персональные данные. Эти персональные данные могут быть открыты по вашему желанию для ваших сокурсников. Потому что часто создается такая очень хорошая компания у людей, которые учились. Они друг с другом друживаются. У нас даже с прошлого курса несколько человек пришли, чтобы нас поддержать. И только хочется еще раз поучиться. То есть это такая вещь очень хорошая, когда создается хорошая компания йога. Ну и, соответственно, там будет видео личного ведения. Все ведения, естественно, тоже мы будем проводить. То есть вы ведете ведения, мы будем подробно рассказывать о ведениях. И в личном кабинете вы будете видеть их. То есть вы зашли, посмотрели, как вы вели, посмотрели, какие вам замечания сделали. И вы видите, правы мы. Или понимаете, что вы можете думать, что мы плохо поспали, подзираемся. А можно посмотреть и увидеть, в чем истина. Проходите. Вот, кстати, даже те, кто опоздал на нашу презентацию, благодаря нашему видео курсу, вы сможете в презентацию посмотреть. Там ты показываешь, доберешься, пока найдешь. Вот эти 25 минут тоже можно будет все увидеть. Вот так выглядит личный кабинет. Открыт на Павла Колокольникова. У меня показаний здесь нет. Вот и видео, где он проводил занятия. Вы можете всегда посмотреть, сколько он баллов набрал. Конечно, в дистанционном курсе вы не увидите баллы там и так далее. Но если вы будете приезжать... Почему? Дистанционный курс тоже, кабинет, те же баллы, все то же самое. То есть вы приедете сюда, например, познаете что-нибудь, и у вас тоже здесь все появится. Это довольно удобно. У нас, я бы достал, наверное, самые инновационные курсы из тех, которые есть по йоге в Москве. Ну, если зачет. Ну, если зачет. То есть хорошо, по-другому. Ольга уже рассказала, что анатомия... Я расскажу попозже. Соответственно, актроники и правки. Поподробнее расскажем позже. Вот Ольга расскажет по своей теме. Это вот школа йоги, Ольга Александровна Соснова, Сан-Стейта. Очистительные техники мы с Игорем прочитаем лекции по шантармам. Груповые занятия мы все вместе будем участвовать. Соответственно. Речевые практики тоже отдельно, я думаю, расскажут сами. Психология и преподавания будет одна лекция, где мы расстаживаем все опыты, какие возникают ситуации во время занятий и как с ними лучше справляться. Анатомия. К сожалению, ввиду того, что Александра нет, я расскажу про анатомию. Почему я расскажу про анатомию? Потому что я весь в прошлый курс, естественно, снимал. И поэтому все анатомию видел. То есть я тоже отучился вместе с нашими сегментами в полностью нашем курсе. Поэтому могу немного рассказать, что будет. Соответственно, после обеда... Сейчас все время по субботам они будут проходить. Потому что Александр у нас человек занятый. То есть Александр это врач, который все время лечит людей. Кинезиролог. В этом есть очень много плюсов, но есть некоторые минусы. Какие плюсы, как уже говорил Ольга. Он, естественно, может поправить, что-то выйти, или еще что-то. Какие минусы, как все врачи советско-российские на голове стоять нельзя. И мясо надо есть. Это некоторые минусы. Я не знаю, как будет Александр в этот раз. Может быть, где-то сдержится. Но вот это прорывает время. Потому что врач встречает людей, которые, например, перестали есть мясо. Предположим, 3-4 недели девушки какие-нибудь едят одну морковку. Еще свадок на институции. И они к нему приходят, им волосы выпадают, зубы начнут шататься. Он ему говорит, что есть мясо, они едят, и все восстанавливается. То есть он видит все время таких людей. Поэтому какие-то такие вот вещи, вы будете от него слышать. Если вы в практике, если вы уже, например, как мы с Ольгой по 20 лет мясо едите, ну или хотя бы по 5, то вы можете как-то смотреть на это немного сквозь пальцы. Потому что, ну, таков его опыт. Например, я не приканил ни разу Александру Братевскому. Я ему говорю, Александр, я 20 лет не ем мясо, у меня все нормально. Все дети. Ну, приходят люди, естественно, которые их проходят. Поэтому это вот мнение среди врачей. И многому к врачам люди, у людей приходится. У кого шея съехала после стойки на голове, естественно. Если ее дают неправильно, если они ее местные волосы не переносят. Врачи обычно едят на таких людей, поэтому они еще плохо настроены против этих вещей. Поэтому, ну, это определенный минус. Ну, в том числе минус в том, что Александр очень востребованный врач, можно сказать. Да, видите, не сюда он не пришел, соответственно. И еще нужно учесть один юанс у Александра. Он, как врач, по определению считает, что вы вот уже что-то знаете. То есть для него вот, что анатомия 9-10 класса для вас известна, это как априори. И он, как часто называют, как среди студентами института. В этом есть некоторый минус. Но с другой стороны, если у вас уже база есть, у нас проходили люди, которые учились в пране, Анатолий проходили, им очень нравилось. И у кого база хорошая уже есть, тоже очень хорошо, глубоко, но кто плохо, Анатолий совсем, он было тяжело. Но потом, ближе к концу курса, Александр очень много-много повторял все это. Очень хорошо закрепил. И в целом все, кто хотел как бы все это оставить в голове, сдать, все это сделали. То есть в целом вы можете у Александра увидеть много такого, что вам прямо захочется все время к его ногам бежать. Это все время было, когда мы все сдвигались и все хотели, чтобы они... В какой-то момент люди думали, я не могу ничего понять, что это вот все. То есть эти вещи происходят, но потом все как-то нормально устанавливается. Могут подтвердители обровергнуты студенты курса. Вот у нас Петр, соответственно Катя, Света согласны? То есть в принципе у нас хороший монотон, но нужно привыкнуть немножко к нему. Зато он что может дать. У него достаточно большая программа, 18 лекций. Блойка себе описывать не буду. Прочитайте. А какой соцент людей сдает? А? Такой же как философия. Такой же как философия. То есть всем, кто все повторял. Всем, кто стремился сдать, все дали. А тем, кто думал, наверное сдам. А кто-то сдал. То есть все, кто хорошо подготовился, все сдали. Вот так он проводит лекцию. У него, соответственно, 3D модель. Вот на проекторе вы видите. Он очень много рисует. Рисует очень хорошо. То есть очень все наглядно. Вот скелет. Там у него этот галстук. Этим галстуком. Его папа показывает, где и какие мышцы. Все очень наглядно. Но что-то может не болить голову. Но со временем он все как бы хорошо объясняет. Практически он рассказывает, как в астме работают. Мышцы. Что происходит. Как тоже все это подробно рассказывать. То есть сейчас по ходу? Да. Сейчас по ходу, да. А если расскажу вам. Когда он закончил в школу. И, естественно, Анатолий не помнишь. То есть ты сам должен быть с этим? Вы переглядете в какую-то литературу? Литературы много. Уже вот Петр собрал огромное количество литературы. Мы им все ее выложим сразу. Вот. То есть что почитать есть. Главное не пугаться того, что происходит. В принципе, Александр дает информацию так. Он говорит, что повторяет, 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 повторяет. И в конце курса он вообще очень сильно повторяет. Потому что я все снимал. В целом. Вот. Я вот тоже не очень анатомный. Вот мне даже ясно все стало. Так все. Ну что вы знаете из-за источников дела? Источников будет много. Прибор достаточно того, что он дает на лекциях или дать? Недостаточно того, что он дает на лекциях. К сожалению. То есть, например, на философии все, что я даю, достаточно. Потому что у меня все очень хорошо структурировано. В Александре не очень структурировано. Он идет всякая профессорная институция. В этом есть его минус определенный. Но. Плюс в том, что он это часто повторяет. Последним в голову начинает это входить. И если вы еще дома так немножко что-то почитаете, посмотрите. Я думаю, все будет нормально. Ну вот. Структура сразу не видна, но в целом она есть. Но она не сразу занесла. Источники? А? Источники, конечно. Ну, философия йоги. Айубеды, это тот предмет, который я читаю. Так как я давно читаю предмет еще с пран, то в общем, здесь все достаточно структурировано. Это достаточно тема сложная для людей, которые ничего не читают. И ничего об этом не знают. Большая сложность, конечно, в том, чтобы какие-то соответствующие термины понять и запомнить. Но у нас на сайте все лекции описаны. По всем лекциям написаны статьи. Некоторые я еще до конца не написал немножко, но в основном все прописаны. И лекции ведут в следующем образом. Вот таким образом я их провожу, сам что-то пишу, что-то рассказываю. Основное в философии йоги для того, чтобы сдать ее, чтобы ее усвоить, это написали контрольные. То есть вы прослушиваете лекции, у вас есть запись лекции. Желаем аудиозапись. Аудиозапись я все сделаю сам, всегда выкладываю. И потом вам нужно написать две контрольные. Две контрольные, когда вы пишете, вы переслушиваете лекции, пересматриваете материал. Все, что вы пишете на контрольных, это ничто иное, как вопросы к экзамену. Соответственно, если вы написали контрольные и получили положительную оценку, то у вас есть готовый, так скажем, подготовительный материал к экзамену, который вам достаточно повторить, запомнить, вспомнить и, в общем, проблем нет. В философии, конечно, не у всех хорошо, у кого-то плохо входит в голову, кому-то сложно, особенно если не так давно это все, всем не интересовались. Но если контрольно написано, все переслушано и читано, то проблем больших не возникает. Ну и дальше продолжит Ольга. Да, Игорь продолжит. А, Игорь продолжит. Да, Игорь продолжит. А давай я буду туда перелистывать тебя. Ты перелистывай, да? А, ну давай, да. По поводу этой практики с оценкой Баббалом проводить. Занятие будет начинаться с 10 утра, а проводить Володя, Оля и я. Вот. На первой части курса у нас будет, ну, будем объяснять, показывать эти асаны. Но советую вам, когда вы будете заниматься, пытаться сделать эти асаны, то есть не переоценивайте свои усилия, а старайтесь сделать то, что вы можете, потом постепенно просто будете нарабатывать, постепенно, чтобы не было никаких проблем, в дальнейшем не перетягивать ничего и так далее. Вот. Во второй части курса, естественно, после занятий, после занятий, которые будут практикой асаны, вы будете давать после практики асаны эти асаны по Баббалам. Которые оцениваются, естественно, если вы выбираете эти баллы примерно на 20 баллов, то вы получаете сертификат примерно на 3 евро. На средние 30 баллов, на более сложные 40 баллов. Стимуляция, в принципе, Бабинная стимуляция для инструктора будущего, это, конечно, очень важно, причем для того, чтобы вы как-то могли расти, это ваш личный рост, но все-таки это, по крайней мере, это будет лучше. Вот, например, для, скажем, примеров, вот аштово-красный один балл, который обычный, есть на 2 балла переход из аштово-красный и на 3 балла из аштово-красный хуже 15, но и обратно. Дальше Бакасана на 1 балл, это обычный корникул, потому что, конечно, стоим просто в руках. И переходы на 2 балла. Это вклада Бакасана, обычно нельзя вклад красные, вклада Бакасана и обратно. И перейдь, так далее. В принципе, вот тут все очень подробно написано, есть и также здесь все равно источник. Вроде бы так было. Как мы принимаем? Добавить. Как мы принимаем? Принимаем мы я и Оля, разделяемся по две группы, весь наш инструкторский состав будущий, и принимаем каждый асаму. То есть выбиваем фамилии, и каждый, кто делает какую-то асаму сам, выбирает в первую очередь, какой ему больше нравится, и показывает нам эти асамы. На 1 балл, на 2 балла. Вы оцените по баллу, она уже будет происходить в первой половине? Нет, нет. Ты уже сказала, в первой половине мы учимся, только начиная со второй части, даже вам с третьей, ближе к третьей части. То есть у нас три части, мы именно ближе к второму половине будем оценивать по баллу. Мы не просто будем выбирать, а в день три асамы. Три. И всего таких занятий по аценивам будет пять. Если вы вдруг не сдали что-то, потом всегда будет призм пересдать. В любом следующем занятии вы можете показать эти три балла, три асамы, и те, которые вы хотите пересдать. Понятно? Три. 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 а я слежу за этими тремя, чтобы они правильно говорили то, что мы про это выбирали себе. Вот такие будут занятия, так что у нас тут еще написано. Потом они меняются. У нас был, например, поза стоя одни три человека, наклоны другие три человека, правильные следующие и перевернутые. Получается, что за одно занятие несколько человек попробовали на настоящих людей, вы узнаете, что такое правки. Здесь как раз момент, когда Игорь помогает Ине правильнее сделать правку, приоритом Джану Шашасана, по-моему. То есть вы делаете, инструктор смотрит, как вы делаете, если есть какие-то ошибки и недочувствия, то управляет вас. Вот так у нас будут другие правки. Асаны, которые мы рассматривали, некоторые из них, отлично на сайте, у нас на сайте каталог Асаны. Все видели, катался. Вот. Асаны будут больше рассмотрены, чем в этом каталоге. Расписание, все смотрели. Расписание того же трое, как написано, что будет. Но на самом деле, может быть, чуть иначе. То есть это то, что было в прошлом году. Возможно, в этом году мы как-то немного перестали местами. Необязательно то, что нам заявлено. Может быть, момент публиковизации. Ну, то есть, потому что, я думаю, что лучше там кое-что поменять. На самом начале. То, что было, может быть чуть иначе. Небольшие кредитировки, возможно. И зачет будет сдаваться следующим образом. Вы будете разделены на две группы. Одна группа сдает мне, другая Игорь. Мы называем Асану. Вы развиваетесь по парам. Один рассказывает про Асану. И на другом человеке показывает, как ее надо управить. Потом меняетесь сами. Такой будет отчет. В принципе, несложный отчет. Но если вы не умеете человека поправить, то незнание предмета, оно на этом отчете всплывет и отразится. Есть вопросы по устроительным правкам? Нет. То есть, был акцент на то, чтобы вы умели править в потоке. То есть, естественно, по парам тоже будем развиваться. Особенно в самом начале. А потом больше внимания на то, что вы думаете через правительство в потоке. Потому что, если, собственно, мы начинаем подробно отстраиваться на человека, а потом пытаемся это знание применить на группе реальной, получается, что вот пять минут с одним человеком возится, а вторая группа стоит в позе и тяжело очень. Понимаете, что такого не произошло, попытаемся мучить вас делать в потоке. Так. Проведение групповых занятий. То есть, тоже, собственно, тема больше степени на мне, потому что я ее курировала. Для того, чтобы вам легче было строить последовательность, мы разбили весь комплекс, который мы предлагаем ученикам, на шесть блоков. То есть, это не значит, что нельзя как-то делать иначе, но в рамках нашего курса это именно так, прежде всего, чтобы нам было удобно посмотреть всех учеников. Вот. Значит, шесть человек, она получает за одно занятие, по очереди проводит каждый свой блок. Какие это блоки? Настройка на практику. Разминка и разогревающие праноямы. Это один блок. Разминка стоя, сурина-мазка, второй. Поза стоя, третий. Наклонность руки, четвертый. Прогибы, пятый. Асана на Федора, разогревающие праноямы. Перевернутый. Поза, шестой блок. Вот шесть этих блоков. Значит, когда мы начнем ведение, мы начнем ведение не сразу, когда уже какое-то количество недель нашего обучения пройдет. Я почитаю лекцию. Расскажу про эти блоки, что внутри этих блоков. Не просто, вот как я сейчас перечислю, а какие там асаны, на что надо будет обратить внимание. И вы выберете, какой блок вы будете проводить. Сами выберете, запишите листные бумажки. И составите план этого блока. План пишется мне на e-mail. Я почитаю, я корректирую его. Вначале ваш план будет согласован с моим планом. С моим видением. Там вам согласно быть. Я могу аргументировать, если какие-то вопросы возникают, что вы считаете, что это не так. В общем, вначале ваш план будет. Но бумажку желательно не смотреть. Вы будете проводить каждый свой блок. И за одно занятие шесть человек сменяют друг друга. И эту сцену будут выходить. В конце занятия будут обсуждения. То есть мы каждого человека обсудим. То есть вы выскажите свое мнение. Что понравилось, что не понравилось. Мы выскажем свое. И так у каждого будет возможность по одному разу выступить. В некоторых даже два раза может быть возможность. В зависимости от того, какая будет группа, большая или нет. А потом начнутся длинные новогодние каникулы. И за эти новогодние каникулы вам надо будет написать мне план всех шести блоков. То есть свою последовательность. У вас уже план будет. И тогда на зачетное занятие. Неожиданно для вас мы будем назначать блок какой-то. То есть не будет права выбора блока. Блока будет вам надо. Но приходите на занятия на объединение. Я вижу, кто пришел и кого назначаю на один или другой или на третий блок. То есть это будет небольшая неожиданность для вас. Но в общем-то вы должны быть готовы любое из этих шести провести. Это, по-моему, логично. Потому что мы уже написали. Главное же у вас и так есть. И там уже мы будем давать или нет в конце резюме. То есть зачет и зачет. С первого раза мало кто правда на зачет дает. С второго уже какие-то дают. С третьего многие. С четвертого еще больше. Те, которые время не сдал, у нас человека, наверное, три было на курсе. Вот так. То есть в основном зачет получают. Ну, как... В основном те, которые пропускали. Вот была одна девушка, она много времени провела в горах. Поэтому она не смогла сдать. Ее первые зачетные занятия уже было тогда, когда пора с экзаменами сдавать. А из зачетов доведения. Ну, она и не сдала. В основном именно так. Так. Значит, когда... По поводу ведения. Да. Да. По поводу ведения. Советую вам не стесняться, когда выбираете... То есть, когда вот в это все будет время, вам даваться информация, что когда выбрать себе блог, кто или не выбрать, просто вам дадут. И старайтесь как можно больше участвовать на этих занятиях. То есть, таким образом вы постепенно набираете все опыта. И потом уже на сдачу вам будет намного легче задавать. Вот. Вот. И потому что я знаю видео на тех же курсах, вот, в предыдущих. Некоторые как-то пропускали, все стеснялись, боялись. И не приходили в эти дни, когда возможно было сдать. Но потом они находят на экзамен, конечно, не сдавать ничего. Поэтому лучше мое предложение вам или совет вам скажет так, что ходите, продолжайте, делайте все. Выбирайте все. А вам будет намного легче по-другому. Да, вот сверху у нас, да? Первый раз в форме у нее совсем было плохо. Лучше. Лучше. Получила, значит, в смысле точно. С какого раза? То есть, третьего, то есть, четвертого. Ну, вот, встретиться с четвертого раза давно не сдать. Вот так вот, видите, проводит ведение. Девушки, как инструктор нормальный, кстати. Управки, да? Савангасан. Вот она правит за ноги. Выстраивает локти чуть-чуть. То есть, как править, мы будем разбирать на строках управках, да? А вам показывать правки, вам надо будет на этом день. Постарайтесь каждый год, взять себе все-таки, попробовать и привезти. И зацепивайтесь только на одном, потому что. Ну, мы и будем назначать. Я вот, конечно, буду назначать все время разные. Вот, то есть, мало вероятность, что вы будете все время проводить на строках на практику. То есть, в один раз вы провели, да? В следующий раз у вас будут перевернутые фозы или наклоды. То есть, чтобы разные блоки вы увидели. В идеале, конечно, хорошо было бы, чтобы все шесть блоков вы провели, да? Но, опять-таки, если будет группа большой, то времени на это не хватит. Как правило, четыре блоков получается. Три-четыре. То есть, если вы не сдаете в первый раз, да? Это имеет большой плюс. В этой больше тренируетесь. То есть, один раз пробные будут у каждого. Самые лучшие сдадут на второй, но зато будут мало тренироваться. Те, которые учатся так вот. Ну, как-то так, да? Зато они больше будут тренироваться. Оль, да, у меня такой вопрос. Я смотрю, у меня нет подведения к силе. Нет. Да, но это у нас внутри каждого блоков. То есть, мы решили, что сложную астму можно сделать как в наклонах, как в прогибах. Так-то они перевернутся в любом-другом. Но кто хочет получить F5K в среднем уровне, эту астму надо будет показать там. И по времени. Ну да, по времени. У нас немного не так. Правильно? По времени. Каждый блок, вот у нас 6-7, занимает 20 минут. Да. Поэтому, собственно, проблемы с тем, что не уложил по времени еще не было. И минимальный, сколько у нас минимальных будет? А-а-а. Минимальные 10? Да. Минимальные 10, максимальные 20. То есть, меньше 10 мы не принимаем. Максимальные 20. И если вы на средний день идете и заявляете сложную козу, мы говорим еще 5. Итого у вас 25. Да. 5 минут. То есть, со временем никакого сильно напрямления. То есть, в описании будет, допустим, если идут перевернутые козы, то есть на средний уровень, какая обязательная асана будет. Не обязательно, а как вы выбираете. Так. Если вы не сами любите, то тоже очень хорошо. То есть, будет. Когда план занятий пишут, то сразу так. Какой у тебя уровень? Как правило, у нас все сами потери. А-а, уровень можно еще выбрать. Проведение занятий. План занятий, когда срабатываешь вот 6 блоков. Да. Можешь уже правил. А вот так вот будет. В общем, об этом я будет достаточно много, да. Об этом я буду говорить дополнительно 2 часа. То есть, я сейчас буду рассказывать. Мы с вами. Мне кажется, там 10 минут осталось. У нас не будет тестово занять. Поэтому вот это. Работа, курица, теста. Ты помните, лекция на 2 часа. Еще вопрос. Вопрос такой. А вариацию блоков вы сами даете? Или у нас просто список асаны, мы сами составляем? Вы сами составляете, согласуете со мной. То есть, какие асаны, да, могут быть в блоке, я вам расскажу на лекции. А потом вы будете сами составлять план. Вначале согласуя со мной. Это план. Пробное введение. Потом вы напишите письмо на контрольную всех 6. Сначала одного. Одного. Вы выбрали блок. Его план написали, коротенький. Времени на этом не очень будет много. Сгадите, покажете там. А потом вы напишете, будет достаточно много времени на каникулы. Напишите большой развернутый план. И тоже согласуете со мной. И во время введения будет следовать целый план. Если не буква в букве, ничего страшного. Главное, что в целом кажется. Такая концепция. Понятная общая черта. А так вообще мне нужно 2 часа. Так, дальше речевые практики саммирно. У нас уже речевые 10 минут осталось. Да нет, нет. Время есть. Все нормально. Осталось смотреть, сколько слаймится. Так что... А, ну разумно. Да. Ну и минуты, да. Чем короче ты лучше? Да. Не видно, да? А, я немножко могу что-то слило. Да. Ну вот... Немножко шлейфом. Я учился тоже на одном курсе. Не буду ли на каком, не важно. В чем был главный предостаток? В этом курсе очень много рассказывали про анатонию и про философию рассказа. Это было мало видений. И потом это аутинус. И вот я очень рад, что сейчас на этом курсе все нормально. Вот, конечно, все надо знать, но самое важное – это надо нарабатывать видения. Это самое важное. Это вот просто мой совет, как человек, который хорошо. А теперь по поводу речевых практик. Вот ситуация такая, что когда вы ведете занятия, вы уже на самом деле не занимаетесь йогой. Есть, конечно, преподаватели, которые одновременно находятся на кильтрансе, а еще и другие все вправе. Я так и люблю. Поэтому вам нужно понимать, что вы, конечно же, ведете практику по йоге, но сами не практикуете. Вы все-таки больший человек, который работает наружу, а не что-то там внутри делает. И поэтому ваша первичная задача, чтобы вас слышать более того. Вот я был на одном занятии, где мы занимались, учились заниматься, объяснять асаны закрытыми глазами. Люди делали их закрытыми глазами. И только тогда я понял, что, конечно, когда ученик видит вас и просто, знаете, копирует с вас форму – это хорошо. Но когда человек вас слышит, анализирует, что вы сказали, и потом выстраивает форму – вот это то, что надо. У меня была такая ситуация, как Игорь помнит, что я повредил себе ворот колена, но не на юге. Слава богу, на юге я никогда ничего себе не повреждал в театре. И мне делали операцию на коленах. И я не мог вести занятия, а до этого я вел занятия тела. Я пришел на занятия, и я вынужден был сидеть и вести его голосом. И я ужаснулся, что люди, я им говорю, название босса, они их не знают. Они смотрят, они ничего не могут сделать. Они привыклись увидеть, как я делаю. И просто, знаете, как китайцы копируют айфон. И вот только тогда у меня что-то перевыкнуло, когда я понял, что люди вас должны слышать, а не видеть. Ну, видеть, конечно, они должны. Поэтому первичная задача, чтобы, знаете, как один человек подошел и сказал, «Знаете, я закрыл глаза и не открывал до конца занятия, я просто шел за вашим голосом». Вот это самое лучшее похвало, которое можно сделать преподавателю. Поэтому занятие голосом – это не просто что-то там, где-то, знаете, факультативное, чего-то там. Это то, что вам нужно нарабатывать, ну, наряду с мастерством ведения. Заметьте, в вашем голосе ваша харизма или ее отсутствие. Вот. И поэтому, безусловно, мы немножко поговорим об анатомии голоса без врачебных всяких подробностей. Но, конечно, кое-что надо знать. Это вам поможет. Мы, безусловно, научимся с вами специфическим дыхательным техникам. Сейчас я скажу немножко печальную вещь. Но дыхательные техники, которые применяются в йоге, никак не помогают голосу. Вот, померьте мне. Есть специальные дыхательные практики, которые ставят голос так называемым на опор, на дыхание. Я о них вам скажу. Они немножко отличаются от йогических практик, потому что для другого вообще предназначены. Нет, же есть чем йоги. Мы об этом обязательно поговорим. В принципе, только этим не будем заниматься. Уметь говорить на дыхании. Потому что, когда человек не говорит на дыхании, он сажает себе голос, научится, и дальше получает проблемы. Вот я еще плохо видно, но не важно. Там написано где-то по себе поиск тембра направления звуковысотностью. Знаете, как любой человек в каждой профессии должен искать свои фишки. Это всегда. В каждой профессии у человека должны иметь свои фишки. И ваш гражданский голос, с которым вы разговариваете по телефону с подругами, с друзьями – это одно. А ваш профессиональный голос – это другое. И поэтому в процессе этих занятий я попробую помочь вам найти ваш правильный тембр, который будет, во-первых, ласкать слух вашим ученикам, во-вторых, поможет вам говорить без… Такое слово немножко вульгарное, без напряжения. Поиск тембра. Правильный тембр. Далее, дикция, интомация, темп элитин. Дикция, понятно, о том, как вы, по-кому, элитит. Это все, безусловно, надо делать. Это обязательно надо делать. И это не так сложно. Вы, в принципе, можете это даже делать дома сами. Взяли скороговорки, повторяйте. Интомация. Вот тут есть вещь, с которой надо работать. Дело в том, что, когда человек монотонно говорит речь, его ученики начинают очень быстро уставать. Знаете, когда в церкви человек говорит монотонную какую-то речь, его предстоит слушать. То есть они уже так падают транс. А вам нужно, чтобы ваши ученики постоянно были во слуху. И поэтому мы немножко поработали с интонацией. Ну, и звуковысокность. Тут тоже есть момент. Есть люди, которые говорят очень высоко, что утомляет. Есть люди, которые говорят очень низко, и их не слушают. То есть надо попытаться найти такой способ звукоизвлечения, чтобы вам было комфортно и ваша ученика. Техника раскрепощения. Ну, вот это самый важный момент. Есть такое правило. Оно пришло из актерского мастерства «свободный голос в свободном теле». Если тело не свободное, голос не свободный. Причем удивительно, люди могут быть невероятно свободными в асанах, с ногой за головой и так и сяк, но при этом не иметь истинную свободу тела. Мы с этим с вами обязательно поработали. Вы поймете, что свобода басана и свобода тела с точки зрения звукоизвлечения немножко разные вещи. Вообще, это очень интересная тема. Далее. Прием ораторского мастерства. Ну, просто надо научиться говорить, смотреть в глаза, охватывать свои харизмы листья, ау. Посылать звук конкретному человеку, чтобы другие не отвлекались. У них все хорошо. Вот человек там плохо стоит. Ваш колокрас не будет. Ему. Да и так далее. Вот это с этим тоже. Поговорим. Немножко поговорим об идее Олдса. Это тоже очень важный момент. Помните, что это ваш профессиональный инструмент. Вы этим будете заработать себе на жизнь. Поэтому с ним надо... Вот его надо ласкать. Холить, лелеять, удобрять. Вот все. Вот тут. Это значит, как у пианиста пальцы. Да? Он не может ими колоть дрова. Не может. Потому что ему надо играть в фортепиано-концерт Чайковского. Так и важный голос. Это очень важная причина. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Подробности на занятиях. Можешь мне вопрос? Да. Я тоже недавно была в школе. И обычно я хотела, чтобы для вас мы показывали. А здесь второй раз. На том, что именно она держится голосом. Потом еще у нас попросили закрыть глаза. Да. Дальше за голосом. А еще потом у нас попросили закрытыми глазами выполнить то, что мы запомнили. Тоже был очень интересный опыт. И я лишь ходила на авторское манцерство. Понимаю, о чем вы говорите с Амиро. Очень плохо. Очень заинтриговали. Я скажу сразу. И у девушек преподавателя была такая вот вся тонкая, звонкая, но такой мощный голос. И вот именно некоторые такие высокие нотки она брала, которые прямо с раки закладывались на каком-то познате. Да. Я не могу сначала уметь понимать, что это такое, выполнять эти техники. И какие-то азы передавать людям. У нас нельзя сказать, что будет много занятий с чему продаяемой медитации. Ну, в общем, основные базовые короноявки мы все разберем. Попробуем их сделать. И объясним, как лучше обучаться этим техникам. И по медитации тоже будет обзор основных медитативных техник. И некоторые практики мы с вами попробуем. Понятно, да? То есть я знаю, что это будет широко и много, потому что больше времени посвящено асанам. Но медитация и короноявка места на нашем курсе тоже будет. В принципе, я объясняю, как что делать. Девушки с сосредоточены, дышат. В общем, два занятия препарнаемы, два медитации у нас будут. По школам и йоги тоже я прочитаю лекцию такую обзорную. Даже не одну, а, по-моему, у нас три было, да? Три. И вы будете в конце сдавать зачет. Это же тоже несложный. Не экзамен, а зачет. Например, все ли вы знаете, кто такой с вами Шавананда? Да, вот. Кто не знает, ему сложно будет выучить эти странные дискриминаты. Кто знает, значит, может потом расскажешь что-то новое. То есть надо будет рассказать о каком-нибудь индийском учителе. А тех именно, о которых расскажу я до этого. Информация для тех, кто в теме достаточно понятная, кто первый раз слышит. Это же будет тяжело, но зачет дали все. Не так что-то сложно. А что у санскрита? Из санскритологов из вас никто делать здесь не будет. Больше всего внимания будет уделено тому, чтобы вы разобрались, как образуются асаны на санскрите. Пашчиматанасана, да? Как переводится? Какие корни в этом слове? На эту тему будет первая лекция. И на мой взгляд, это знание важно для будущего инструктора. А остальное, что касается санскрита, больше для общей эрудиции. То есть, на самом деле, наши звуки, звуки с санскрита, они не совсем совпадают. И лучше всего они передаются в письменность Дева Нагори, да? И вот именно эту письменность там записывают. Мы разберем. Не думаю, что вы научитесь, но, по крайней мере, не будете пугаться этих индийских закорючек. Самые там талантливые могут запомнить, самые прилежные получат прописи. То есть, если вы хотите, да, у нас есть прописи, мы можем вас вам выслать, вы сами нам подпишите. Никаких экзаменов на эту тему не будет. Вот. Дальше я вам расскажу немного о громадике санскрита. Одна будет лекция. То есть, громадика санскрита изучается в Индии 12 лет. Понятное дело, что за одну лекцию я вам расскажу очень мало. Поймете вы только то, что это сложно. Но, с другой стороны, я вам подробно объясню, как вот прочитать какие-то мазки. Последняя наша лекция будет посещена переводом несложно в коробке популярных мантр. Слышали? Какая? Ну, мы разберем, как она переводится, эта мантра. Мантры тоже слышали. Разберем, как она переводится. И так как я уже расскажу вам и про Дима Дагари, проект Узаси, вам что-то будет уже понятно. И как-то общая картина, что такое. Мантры тоже будут складываться. Гай 3 мантры. Слышали, да? На самом деле, гай 3 мантры достойны нескольких лекций. Но надо одну из лекций и подобных разберем. Это не одна мантра, а целый класс мантры. Что это за класс мантры? Все это у нас будет. Санскрит и мандрология как-то они будут плавно перетекать. Один предмет, другой. То есть, сначала мы разберем санскрит, потом то, что написано на санскрите, попытаемся почитать. То есть, мантра одна, а целый класс мятин. Посмотрим. Там на санскрите уже в самом конце будем брать короткий мантры, типа он на маршвая. То есть, как это пишется, как читается. И одно занятие будет посвящено гай 3 мантры, мантры джа и мантры божества. Тоже так, глубоко в предмет не будем входить, но общая эрудиция появится. Так, по психологии преподавания. Конечно, неплохо было об этом тоже уделить много времени, но на нашем курсе будет одна лекция, на которой мы втроём поделимся своим личным опытом. То есть, расскажем, какие бывают трудности во время преподавания, как нужно, собственно, бороться с этими проблемами, с внутренними своими, может быть, проблемами, смешными. Ученик, например, не хочет вас слушать, да, что надо сделать. Люди перешептываются. Как вам нужно их успокоить, чтобы они не перешептывались. Как нужно позиционировать себя в группе. Вот об этом мы расскажем по очереди. Каждый из нас поделит своим мнением. То есть, я, Володя, Игорь, мы втроём по очереди, чтобы не слышно было, чтобы нам поделиться своим опытом. Ответим на ваши вопросы. Запланировала одна лекция, может быть, будет две. Посмотрим, если где-то получится. Так, дисциплина. Володя обещала оставить дисциплину на месте. Ну, а по поводу опозданий, мы имеем такую позицию, что все люди взрослые. На курсы, которые мы были раньше, не здесь, мы считали минуты. Мы допускали экзамены. Это создавало нервную атмосферу. Люди, конечно, многие пригрозили. Кто-то прибегал. Кто-то не описал, что у него кошка заболела и прочее. Мы решили отказаться от этой практики. Все были люди взрослые. Мало ли, какие обстоятельства там и все прочее. Конечно, опаздывать не очень хорошо. Просто вы забираете свое время с другой стороны. В общем, мы решили сделать следующее. Если вы находитесь здесь обедом, и вы опоздали, то вас даете без обеда. Больше ничего. То есть, ровно в 10 часов. То есть, желательно приходить заранее, за 15. Спокойно поселить в коврик, сдать деньги на обед, записаться и прочее. Если вы опоздали, то уже все. К обеду вы не получаете. Но мы вас не будем допускать куда-то еще что-то. Ну, пришли вы на полчаса позже. Ну, зашли коврик, положили, занимались. Ну, это ваше дело. Вот. А с этой точки зрения мы ничего не будем делать. По поводу пропускать занятия, конечно. Ну, в общем, тоже вы люди взрослые. Вы, в общем-то, за эти знания заплатили свои средства. И, как говорил один известный учитель йоги Андрей Лапа. Он такой еще человек достаточно экспрессивный. Он когда видел людей, которые не ходили, а потом пришли, они всегда говорили. Не обкрадывайте себя! Почему вы не ходите? Вы же деньги заплатили. Ну, это ваше личное дело. Да, видео есть, все остальное. Если не получается, вы не пишите, что поделаешь. Но старайтесь не пропускать. То есть, к какой-то жестокой дисциплине мы здесь не уходим. Мы относимся к вам как к коллегам, которым мы передаем свой опыт, а не как к студентам, еще и почти военным учились. Поэтому это на вашей совести. Кто-то болен, кто-то нет. Но, конечно, если вы совершенно не дисциплинированы, вы должны понимать, что вы практически лишены возможности задать ведение. То есть, когда пойдет зачетное ведение, ровно в десять, Ольга смотрит, кто пришел, собирает людей, которые будут сдавать, а вы пришли на двадцать минут, а уже занятие идёт. Вот примерно так, что дисциплина. Ну, в общем, это последний слайд. Да, последний слайд. Ну, я бы хотел понять, потому что, знаете, я когда назначаю денег занятия, допустим, здесь, и у людей бывает двух, значит, скажем так, типов. Одни в десять приходят, а другие понимают, что в десять начало. Вот это тоже очень важный момент, да? Договориться на берегу. Мы в десять приходим, знаете, дисципли, который в десять открывает дверь, реально ровно в десять заходит в зал. Ну, не в зал, а вот, там ещё же надо переодеться, по-моему, и так далее, да? Вот, я так понимаю, в десять начало занятий. Да, в десять начало занятий Андрей Пётр всегда приходил на полчаса раньше. Люди, которые приходили заранее, не было такого, что им приходилось до десяти ждать. Потом, наконец, минут на двадцать опоздали преподаватели. Знаете, как в некоторых местах говорят, ну, приезжаем заранее, мы здесь всегда, то есть, если вы приехали за пятнадцать минут, это было лучше. У нас в минуты вполне достаточно, чтобы переодеться, поселенько, и заказать себе обед, если вы обедаете, и вовремя начали. Ну, и, в общем, сейчас, я думаю, наверное, кто будет сдавать тесты. Вопросы, да, вопросы. Да, наверное, у меня, знаете, вот, так вот, не достаточно, вот, именно, физически, да, опасно, то, соответственно, я думаю, что у нас будет своя личная практика, да, по видеодекциям, но, также, у меня вот, когда, то есть, прилично, да, вот, то есть, соответственно, на ваши занятия можно будет приходить об этом? Ну, на занятия можно будет приходить обычным образом, то есть, у нас нет занятий, то есть, у нас нет своего юго-центра, где мы хозяева, где мы можем рассказать, а вы, наши студенты, любимые, приходите к нам, когда хотите, и мы с вас ничего не берем. На любые наши занятия, регулярных, на любых оценках, вы можете приходить. Более того, вот сказал Игорь, вы, если вы что-то пропустили, и вы хотите что-то доздать, вы приходите, говорите, что вы хотите что-то доздать, и, соответственно, я строю так, или Игорь, или Ольга, свое занятие, чтобы эти позы книги мы издаем. Более того, даже философию перед сдавателями многие люди приходили на занятия. То есть, кто не сдал, они приходили на занятия, мы вместе занимались, потом вместе были прекрасным расположением духа в конце, спокойно беседовали на философию, и, как правило, все сдавали. Потому что, на основе дело, сдавали победителя, после занятия, сами понимали. То есть, пожалуйста, мы рады будем всех вас видеть, и до курса, и во время курса, и, особенно, после курса. Потому что, на самом деле, жизнь инструкция очень тяжелая. Когда вы начинаете много занятий, проводите вас в своей практике. И очень важно, хотя бы пару раз в неделю, ходить к тем, у кого вы занимаетесь. К тому же Игоре, там, Ольге, ко мне, еще кому-то. Потому что, иначе, получается, вы все время преподаете, и источник энергии теряется. А когда вы ходите, он постоянно возобновляется. И еще вопрос, по которым, будут ли у нас занятия, по рыбе, для питания? Да. В плане того, что иерологически, Да. Будет две лекции по иерогриде, которые я читаю, там будет и про питание. Как раз пройдет правильный отказ замены мяса, чтобы с водой, да? Но именно с точки зрения анюверизма, с точки зрения закон. Да. То есть, есть какие-то знания, да? Как это структурировать? Хочется, чтобы что-то понимали. То есть, заменяешься на руки, а ради этого животное на растительное, то, соответственно, чтобы я не просудила никакого его организма и так далее. Ну, анюверизм буду читать я, две лекции по алюверизме. Я к этому отношусь именно с точки зрения того, как об этом будет анюверизм. Вот. Собственного опыта. Собственного опыта тоже, конечно. Несомненно. То есть, я не буду рассматривать, сколько белков жиров съели, и калорий. Мы будем это рассматривать с точки зрения того, как устраивает это аюрведа. Аюрведа не является наукой, которая говорит о том, что надо есть мясо, или что не надо есть мясо. Аюрведа немного по-другому на это смотрится. С этой точки зрения мы будем смотреть. Если вы посмотрите вокруг, на окружающих людей, то очень важно зависеть от того, какого человека в институции. Вот. И если вы увидите людей, которые резко бросили мясо, у них возникли какие-то проблемы, то всегда будет в адрес. Всегда. Никогда не будет капа, и очень редко пика. И именно это нужно учитывать. Прежде всего, нужно учитывать, каким образом мы можем компенсировать дождь. И с точки зрения аюрведы, это важно. питание должно быть разнообразным. Аюрведа не допускают веганство. Вегетарианство индийское, оно всегда идет с молоком, с сыром и прочее. Поэтому все эти белки, они в том случае приходят. Но там вопрос именно к доже. То есть, когда вага доже перевыкуждается, веганство очень нужно успокаивать. И многие врачи, они говорят следующее, приходит девушка, у нее какие-то проблемы, они говорят, ешь мясо. Она поела мясо, и все прошло, все счастье. Но если она поела мясо, не прошло, приходит, ну, значит, нельзя. Потому что, на самом деле, далеко не все связано именно с тем, что мы переходим, из-за того, что мы снимаемся йог, у нас становится более тонкое сознание, мы перестаем другую пищу употреблять. Вопрос, как ее определим, когда мы определим, какой образ жизни поведет. и это очень важно. Об этом можно говорить в дирекции поведет. Вы свои доши как-то определили? Вот какой-то тест, они могут просто будут рассматривать. Я рассмотрю доши, вы их можете себе и так рассмотреть. То есть, как правило, каждый человек более-менее эти доши принимает, какие у него доши. Тесты, ну, конечно, я могу вам дать какие-то тесты. Вот. Как правило, ну, сейчас это не стоит рассказывать, если вы видели, хотя хочется. Ну, в общем, об этом все мы должны задавать. Ну, если больше никаких вопросов нет, здесь занятий, в этом занятии. Да, в этом занятии будет занятие. Надо в этом занятии. Надо немножко, наверное, сделать маленький перерыв, чтобы кто-то мог переодеться, если кто-то не переселил и оделись. Вопросы-то есть у кого-нибудь еще? Ну, сейчас может, посчитать, скажите, персонал. Ну, и в целом, кого уже протестировали, вы тоже можете позаниматься. Лучше не позаниматься. Говорят, ну, ладно, не каждого бесплатные занятия проводят. Вот. За вопрос, подритесь как бы это, а то это все искусства и хотел заниматься. Если перерыв не нужен, 5 минут, да? Давайте перерыв 5 минут. Сейчас 18-17, тут у моей. Значит, 18-22, мы начнем перерывать.